Войт и Скайрос Мэйдж Войт и Скайрос Мэйдж Не на первом и на втором точно Не на третьем точно нет На четвертом тоже нет Вся группа прошла Гоу Рейзер, Войт и Скайрос Мэйдж Потом пошли Пуши с Хурионами Дополнительное время Ну Банша точно была Хайлайт когда искали Муши в лесах Не могли найти Возможно она была не так часто Между Энтами где-то была Ну и на пятом соответственно тоже не было Да она совершенно не пипела Потому что рановато все таки наверное Но его забанили Бруду забанили Да в принципе они банят героев друг друга Ну вот Лондруид еще Да тут Вега Продолжает гнуть Линию своего Пуша Мерзко тяжко тяжело Веге очень хороший пик пока что Вырисовывается Мне он нравится Да по прежнему напоминаем что вы можете В группе ВКонтакте Рухаба Проголосовать за результат Осталось десять секунд Проводится конкурс Ну такой розыгрыш точнее Осталось пять секунд Тот кто угадает Будет иметь возможность Получить карточку от G2A на десять евро Дополнительное время И даже на двадцать евро И даже на двадцать евро Да одна будет разыграна Ну собственно говоря Энчантрес в бане Возможно как раз Против этой венги И в бане тут же Свен Надо было экспресс еще одну сделать Экспресс? Ну на Угадать все результаты Мелодию Плей-оффа И получаешь на сто Ох Ох Это жирно было Ну хотя кто-нибудь угадал Да нет, ты знаешь Учитывая что пришло бы тысяч двадцать человек Много пришлось бы по сто евро раздать карточки Ну ладно, не сто, давай пятьдесят Ну ладно Ну что ж Очередь Team Empire Выбирать героя Так или иначе На линии или по игре Инфибл И Сон Против Мишки хорошо работают Чем будут закрепляться Вега? Ну вот Ландруид еще непонятно на какую линию Потому что по-разному играют с ним И Магус играет И Паша играет Ну да, то есть Ну Да, это Туск Пока что не раскрывают До последнего карты Вега Не хотят палить Именно расположение друида Осталось десять секунд У Мага этого Ландруида тренировал на втором антеяпре Когда против него Бернинг пришел Он там умер Осталось пять секунд Он потом сидел И тренировал, тренировал этого Ландруида Смотрел реплей Грустное время Ну это тоже грустно было Грустная история Ну у Мага вчера еще грустная очень была ситуация С Брудой Он потом сам писал, что Не надо было покупать не Крачей Надо было покупать Орчет По-другому все было бы Так что сегодня у Мага действительно Шанс реабилитироваться хороший Нужно тащить Со шмотками обмануться легко На самом деле Ну да Когда ты собираешь бесполезную какую-то штуку Которая тебе в принципе не нужна На самом деле да Со стороны Как бы легко определить И увидеть как неправильный предмет Но внутри игры Достаточно бывает тяжело иногда определиться Очень сильно занята голова Разнообразными другими штуками Макро и микро передвижения И обдумать именно вещь Так вот Времени может не хватить Иногда бывает Что Не знаешь просто что купить У тиммейтов спрашивают Ну да Собираешь каких-нибудь некров И И не пушишь Собираешь Какой-нибудь Орчит И к тебе в принципе никто соло И не приходит чтоб убить Ну да Ну видимо так и было вчера То что он сам Осознал это довольно быстро Но во время игры К сожалению времени не хватило Решили ничего не придумывать Осталось 5 секунд Взяли гирокоптера Раз рапирка Два рапирка Александр Юрь Дополнительное время Ну кстати вчера у гирокоптера Были огромные проблемы Хвостовского Его там просто Уничтожали раз за разом Там Начало не заладилось Очень сильно не заладилось Совершенно никак Мы тогда вот Когда смотрели эту игру Против ликвидов Мы говорили Что должны Эмпайр балуки брать Должно быть все хорошо Но Пришли эмпайр триплой к ликвидам И просто Отлетели от этой триплы Как Не знаю что Не знаю обо что Головой бились Потом волк всех съел Да? Нет в той игре даже Осталось 10 секунд А нет Был волк Интересно Что насчет разора Думают Вега Потому что пока что Есть шанс сделать тусика И венгу Саппортами Вот на сколько он здесь Правда будет хорош Этот разор Но просто против гирокоптера Зашел бы неплохо Кэрри вроде как хватает Лондруид, Баньша Они справятся Может быть Не нужно Это лишний Еще какой-то такой кэрри Ну можно Чисто под гироча Чтобы его сажать На поводу Или просто Ты Паше даешь здесь Формить на этом лондруиде Два У тебя вот суппорта Ну один даже суппорта Венга Не знаю Может маг будет играть на таске И одного какого-то Может быть еще закрепляющего Суппорта взять Или магу Мага вообще не помню на таске У противника Только догадками Только логической цепочкой Плюс-минус Нету никакого инициатора Осталось десять секунд Все-таки сделают саппортом С Даззлом Ну это да Это возможно Вполне возможно Что Венга будет кэррил Он дурит все-таки на сложную Тусик Даззл Тоже хорошо Просто в таком случае Если Венга будет кэрировать Очень тяжело прийти к ней на линию Там даже к какой-то агрессии Она так больно дерется В начале Хотя Тусик здесь Не самый сильный Может быть персонаж Ну вот взяли Дарксира в итоге На самом деле Вот у Веги Мне кажется у Веги Очень хороший пик Как его не поставь Все здорово здесь Ну да Мне тоже на самом деле Нравится пик Веги Очень тяжело будет С ним справиться Ну давайте ставочки сделаем Какие вот Я ставлю на Вегу Ну дай на эту карту Покажи Ну на эту На Вегу Давай тык на того Ну я тоже ставлю на Вегу Очень симпатичный пик получился Осталось десять секунд Осталось пять секунд Привет Нешхарт С вами Годханда Каспер И мы начинаем смотреть Долгожданное Дерби Нереальное Дерби Я подозреваю Это Эмпайр против Вега Победитель Отправляется на Спирит Воевать за квоту В Шанхай Но до победителя Еще нужно Немножко посмотреть Дотки Да серия Поэтому отделаться Как-то одной картой Случайно Не получится Придется Доказать свое преимущество Как минимум В двух играх Ну и Давай немного По игрокам и составам Тим Эмпайр Резолюшн будет играть На Инвокере Хвост Гирокоптер Нолфир Бэйн Алоша Паркл И по анекдоту Будет играть на Дарксире Именно так Ну и Вега мы видим Вот уже смоки забегает Ну лан Death Prophet Сёма the Slayer Туск Соло Дазл Паша Винчфол Спирит И маг на ландруиде Начинается у нас экшен И героя Шанхунга Let the Mortal Kombat begin Поехали А что ты Шанхунга цитируешь? Иногда бывает Он нормальные там перлы выдавал Окей Да ну Вроде как Пока без встреч При этом Вард мы видим У Эмпайр уже стоит То есть они прекрасно видят Где находится Вега Собираются делать Понимают что их тут в любом случае Будет больше И могут я думаю Уже разбредаться по линиям Не особо волнуясь за То что руна кому-то Другому может достаться Да так и есть Паник убегает Оставляют тут одного Резоля Также уже No Fear Отправился Блочить Крипчиков Ну и Алоша Тоже полетел по делам Интересный выбор Отправить медведя На изи лейн Вставать в оффлейн Трипло Я так понимаю Ммм Медведь Медведь в изи лейне Не ну Возможно Они хотели Угадать Вражескую Смену Линии Возможно Считали что там Oracle Гиролёт и Бэйн отправиться Так же в триплу Сложную Но в любом случае У нас получается трипла На триплу Дазл Туск И Венжфул Спирит В общем боевой Боевой набор такой Очень боевой Но он Боевой Одной кнопкой То есть если ты с одной кнопки Не убил никого То все Тебе габела Паник разминает мага Очень сильно Маг уже половину здоровья потерял Паник По моему показывает то что Против медведя Чувствовать себя будет неплохо Возможно даже мы увидим с воплейнами В ближайшее время Потому что подходить здесь гиролю Это очень трудно Подсейвы у него огромное количество А забрать здесь кого-либо Неимоверно трудно Да ты врываешься Начинаешь харассить Если ты заходишь Чуть-чуть за крипов То хвост тебя баракой просто расстреливает Нет так смотри Тут имперцам особо нападать не нужно Потому что у них Имперцам нет У них Бэйн не нападательный Ну он типа может напасть если сильно нужно Оракл тоже в основном На подсейв скорее будет действовать Нежели на агрессию Главное не продать сейчас гирокоптера своего Тут веге придется нападать Потому что иными способами Они крипов здесь не добудут Они просто не подойдут Потому что гирокоптер будет каждый раз Стрелять в лоб Паша как такому подходит к крипам Ну вообще Если вега тут спокойно получит Вторые и третьи лвла Они развалят имперцев На линии Но до вторых и третьих уровней У них тут действительно могут быть проблемки Хорошими обилками они могут неплохо запрыгнуть Неплохо повоевать Вот есть попытка увести крипов на себя Хоть как-то получить немного опыта И отправляется туск за руной Прогонять его будет здесь алоха И баунти руну забирает все-таки туск Становится почти второго уровня Уракл кстати уже второго Но веге что-то делать надо Они так играть не могут Смотри смотри Сему сейчас немножко понапрягают У него из хила толь Катангуты Пока не минус Но все-таки Да добирают Вот так вот и получилось Вот такой интересный ферст Блату Им нужно свапаться лейнами Посмотри что происходит Дарксир 12 на 2 Он просто заходит за вышку И забирает крипов Мишка ему ничего сделать не может Очень плохой лейн получается у Михалыча И слишком хороший для оффлейнера Empire Но то что дарксира отпускают это да Это совсем неприятный момент Хвост видим не подходит крипам близко Он знает то что сейчас со вторыми уровнями На него могут вкатиться Зашардировать А спасать его тут реально некому И тут тоже двоякая ситуация То есть чем ты будешь больше жертвовать Гноблением гирокоптера Или отпусканием дарксира Что тебе больше хочется видеть Просто дес очень быстро Может добраться до меки И начать принимать участие на карте То есть дес с меккой Коуд седьмого уровня Он слишком коварен Скажем так Против любых саппортов Какой-то дазл под щитком Будет гибать моментально Да здесь нет таких героев Которые в контактном Боюсь я хорошо чувствуют Ну действительно если посмотреть Тут ораклы Дарксиры Бэйн и так далее По большей части оранжевики Которые мне особо нравятся Подходить в упор Но Не знаю Вообще Очень Интересное положение вещей Для Веги Конкретно Такое интересное Они еще отводик оформляют Да уводятся крипчики И Эта партия отправляет Своевать с тележкой Ну и сингой соответственно И резоль в миде 12 на 6 Против Крабы 15 7 Ману резолюшн Заканчивается Мы видим это Самый что не есть Квас экзорт Инвокер Пока что Самый Колд снэп санстрайки Собственно первый мы уже Видели с вами Четвертая минута Будет руна Но в этот раз Всеми она точно не достанется Да А лошадь здесь Параулит Есть руна регина Регин очень бы неплохо Зашел резолю Но резоль уже Кварити там отпил И Он пойдет за Регином Ему оставили его Да оставили Оставили Ну а века не в курсе что там осталась руна Они видели что ее кто-то шел забирать А забрали не забрали что за руна Никто не знает Да Да У хвоста уже Стики появляются Он готов Если что Каким-то Экшн действием Фаник Кольцо Регина Сауринг 500 сверху То есть хедреска уже есть И есть шестой уровень На самом деле с появлением четвертого щитка Здесь Вообще Медведу ловить нечего будет Он даже атаковать не сможет Нормально Дарксера Но медведь пока вытанковывает Крипов под вышки То есть это как раз то чем Отличается Лондруид от остальных И добивает он крипов Очень удобно Потому что у нее там двойная атака Так что пока вроде бы Маг тоже не особо обламывается Как бы Тарксир фармит Ну и медведь фармит А здесь у нас Фармит Винга И Примерно так же фармит Геракоптер То есть все Более-менее ровно Да Я думаю что если мы включим Нетворсы там разница Действительно совсем небольшая Менее 100 единиц золота Разница Потому что ВБ достался Team Empire Поэтому у них должен быть Какой-то небольшой бонус Ну что голды Хватите за фердлот Нормально Вот и все Да Нам подсказывают что Death Profit выиграла 5 из 6 матчей Против инвокера На этих квалах И интересная статистика Но ДП Она действительно Возвращается потихонечку В мету Вот вспоминали кстати Наши аналитики Майл пытался Напомнить ребятам Про тот период жизни Как раз про тот период жизни Когда были Разоры Войды И вот эта вся вакханалия Потому что там еще Затесалась Death Profit И ее После тех Разборок Даже нерфили Ей повышали Кулдаун на экзорцизме Солидно Чтобы она не могла Нормально пушить Тогда добавили глифы После тир-1 твров Это вроде бы Именно в тот период Жизни дота 2 было Так что Так что Там было очень много Неприятных Для Death Profit Ну и вот сейчас Ну и вот сейчас мы Ее опять научились Пользоваться Death Profit С аркан рункой Отправляется На нижнюю линию И будут пушить Пошел стан Тут же слип не успел Ноу-фир Разбудили Сноубол закатывается Волошу Будет ли панч Задувка Как много дэмэджей Ноу-фир отсюда тоже скорее всего не уйдет Да из него высасывать Будет ли ноу-1 еще раз Бросает задувку Бросает задувку Попадает даблки От ноу-1 Подходит сюда хвост Он здесь сделать ничего не сможет Это минус 3 В исполнении Тимы Бега Ну просто бега наверное Да Ну минус 3 Там было минус 2 на топе У нас умер ДС Я не совсем понял как это произошло Всему корни прошли пару раз Возможно возможно Да Ну вот инвокера начинает Отвечать пушам в центре Через форги Да Пуш на ботаме чуть быстрее Потому что там проведен экзорцизм Угу Причем он был использован под арканруны Поэтому и Кулдаун будет меньше Чем обычно Да вот там как раз И показывают Так что большая Станет чуть более Полезной совсем скоро Резолюшн Тоже пытается ответить Пуш Возвращается у нас Краба на мид Фаник Фаник Пройдут ли корни Ставится стенка Медведь грызет Не проходит корни Убегает Фаник Повезло ему конечно Потому что Могло все закончится гораздо хуже Ну вообще да Вообще если бы прошли корешки И он бы тут второй раз умер Повезло Можно сказать Так Хвасту чуть попроще Сейчас Потому что Вышку спушили Ну он там У меня немного просил Ну вот что-то не хотят убивать Крабу Не знаю я почему Вроде бы у инвокера Полная мана Вроде бы И заклинания есть Почти все нужные Ну относительно все нужные Ну ладно Ну ладно да Вот вызывает еще Одна у Форги Да не хватает еще Уровня всего лишь Появления второго Возможно и подождать Стоило немножко У Резоль Пост Ну он на уровне венги идет Чуть-чуть Прямом гоняет венгу У него есть 6-ой уровень То есть куда он имеется Пока Барага только третьего В любом случае Сейчас обзаведется Какой-то аквилой Барабанчиком и так далее Свой дэмэдж Если всего не зафокусить Он все равно выдаст файти То есть каким-то даззлом И так далее Будет очень больно Даззл с сапогом 655 хп Получая 2-3 заряда с канона Ему уже очень плохо Ну я смотрю тоже Тут команды вроде не особо Спешат повоевать Имперцы понимают Что воевать они могут Разве что Если кто-то из команды Вега загуляет Ну то есть Слип, Санстрайк Оракл нюкает По-другому Вряд ли они тут пока способны Кого-то убить Собственно у Веги Ситуация чуть-чуть Возможно и лучше Потому что есть туз Который может катиться На почти любую линию На тот же мид Можно катиться На инвокера Попробовать на него напасть Но пока Ничего вышеперечисленного Не происходило Да Суть иметь То что экзорцизм Уже откатился Ну ван Он не чувствует особо Таких выводов В его сторону Первого левела Форчун зэнд Так что 90 урона Это не так Понимаешь Что такое Вингай Туск Но тем не менее На самом деле Это может хватить Если ты Сюрч Плохо используешь Этого реально будет Более чем достаточно Ну вот С другой стороны Под четвертый Тоже не особо бы хотелось Подставляться Вот он фаник Получает стан Будут шарды через 5 секунд Правда нет сноубола Нет вообще ничего Фаник на мужика Подрубает яйца И идет просто убивать Пашу есть Фаник Не знает какого наброется Но сюда приходит крабелос Которая исправляет все Санстрайк Испепеляет Краба Уворачивается Нет не увернулся На первой его колдаун Он у хвост Погибает Опять Не ждали Ноу ванна Начинает погоню с ноу фиром У Ноу фира нет маны Абсолютно ни на что Ноу ванн Тоже совсем близко Да нет нет Дальше совсем не нужно идти Да страшно Ну Сначала не ждали одни Потом не ждали другие Получилось так что Герокоптер погиб Это плохой момент Герокоптер это просто давать нельзя Там оракла в миде убивают И Оракл Крежки пройдут Нет Крежки не проходят Там еще один удар есть Например Или Нет 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 Пару ударов нанес Но в итоге Оракл остается в живых А у фаник Оракл погиб Оракл погиб Оракл погиб Ну натыкал Натыкал Мундруид А у него просто вроде Большое количество Ну ладно Может просто что-то было в кулдаунах Кстати Панда то Кунг-фу панда Которая называется Мидос Фейзы Оракл 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 Тренируются А не просто фанятся Это касается там того же Лила Вот как ты говоришь Та сейчас там мага Ты знаешь свою конкретную роль Своих героев Ты знаешь свою позицию Знаешь что тебе нужно отыграть там Тебе нужно научиться играть очень круто на Тускаре Потому что Тускар например в мете Ты садишься и играешь 20-30 матчей на Тускаре подряд Просто потому что это нужно Чтобы прочувствовать персонажа Выучить сноубол Понимать когда нужно заявить Правильно заявить Отыграть как можно больше Игровых ситуаций Больше всего проработать Чтобы потом не теряться Типа ой а можно было сделать так А можно было сделать эдак Возможно посмотреть какие-то реплеи там топовых игроков на этих персонажах конкретно Там не знаю какой-то Old Eleven например на Туске классно исполняла Помню там на Ньянге И вот это тренировки Можно не просто катать папчики Можно катать папчики Но это же результативно Алоша Получает стан Мишка начинает его грызть И корни проходят Там просто terrible terrible damage Я не знаю кто тут будет выживать Он никак не будет выживать Он скорее всего Слушай выжил Он реально выжил Правда из него пытается высосать душу сейчас Ноуан Ноуан забегает слишком далеко Возможно да его сейчас можно пытаться забирать Сноубол Но надо отходить Отличный сноубол Сноубол Сёма Классно находился на первого уже Юнита перед собой Я живой ноуан Да и ноуфер 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 Еле улетел отсюда Слишком много ноуфер Еще ноутейла не хватает Когда будет норм Ноу-поинта И ноу-поинта Действительно Команда ноу Так медведь 2000 2000 Если у него сейчас появится Radiance Ну в ближайшие пару минут Это Неприятные события Для имперцев Потому что Саппорты Тонкие Что Оракул МКБ Дейдалусы Я не знаю Рапиросы Ну в общем Все что угодно Потому что У него реально Не будет хватать урона Во первых у тебя не получится Сфокусить беншу Никак У нее дазл И медведя ты тоже не можешь убить Я имею ввиду Самона Потому что 100 хп Что он еще собирал И в итоге У него просто закончился урон В один момент И он не смог И он не смог никого убивать Да он начало игры задал очень крутое Но чем дальше влез Тем меньше демеджа И сейчас Если инвокер Вдруг Решит собираться Как раз Через эти там Дезоляторы МКБ Вот эту прочую фигню Возможно Этот урон Как раз И станет Тем недостающим звеном Вот в пазле Команды Эмпайра Я думаю Что имперцы должны Здраво оценивать Свои шансы Они видят Вражеских героев Для них не секрет Что у Мишки Вот в ближайшее время Появится Рейденс То что новых айтемов На нем нет Мидос работает Они понимают Что денег у него Куча Банша Уже не самый приятный Таргет для фокуса А при наличии дазла в команде Это вообще не приятный Таргет для фокуса Он получает грейв За грейв Она может просто Либо высосать Дэмэджи Точнее хп себе Либо Просто Уже надамажить Столько что Может спокойно умереть Она все это время бьет Именно Она бьет 2,5 секунды в яуле И 5 секунд бьет в грейве Это уже 7,5 секунд времени Это нереально много Для такого героя Как Банша Это просто Уйма времени И как с этим бороться Не знаю Брать Акса? Ну может быть Заслуженная Ну да Имеет 860 хитов Шоу вив Минус армор Здесь лучше не оставаться Потому что подставиться Под экзорцизм Под минус армором Это Это очень Плохая затея Действительно Мишка Даже не отвлекается Не на секунду Сакрот уже готов Семь сотен на руках Так же имеется Очень грамотные решения От мага Он прекрасно понимает Даже если отдать сейчас Т2 На того не стоит Чтобы отдаться До появления Рейдинса Он знает то что Рейдинс должен Привиться А вот потом Через М уже можно бежать Направляешь на Бэйна Мишку И Бэйн Страдать начинает Да да Если ты еще там разочек Его ударишь А если вдруг еще и корни сработают То все Бэйн вообще не знает Куда ему деваться В общем Пока Мне все Намного Больше Нравится у Веги Вот прям в разы больше У них как-то все намного проще Выглядит Задача предельно простая Банша нажимает экзорцизм Вы ее спасаете Всеми возможными способами Если у вас это получается Вы практически 100% Выигрываете замес Ну Кунг-фу панда Тоже Задача примерно такая же Только Когда Речь касается об одной цели Ее легко там сфокусить Ее легко спасти Тут цели две И команде Empire Как мы уже говорили За не менее большого количества дэмажа Убивать обоих сразу Вообще Прочти невозможно Да Так и есть Готов Радианс Есть рецепт Девятнадцатая минута Чуть подзатянулся Скажем так Ну Что там наличие фейзов Нормально Девятнадцатая минута Не на первых Не на первых Не на первых Нормально По вышкам По вышкам на дарксире Четыре с половиной тысячи урона Да Дарксиром Кулачком Выдать такое количество дамаги Достаточно тяжело Вообще Да Так и есть Реально По кирпичику Разбирать эти товара Кирпич или живой Не получится подраться За Рошана Если на Рошана пойдет Вега Накинули на себя Биф Дазла Ииии Вот он выход Вверх Юл Тут без шанса Бам Сели просто В две секунды Да Даже имени не спросили И пойдут на Рошана Пойдут на Рошана Тут кстати стоит Форгет Которого можно Доминатором захватить Не захватил доминатором Что там? Не захватил доминатором Не захватил доминатором Форгетом Может кто-то другой был захватить? Ну вот крип стоит рядом Но Форгет ярче криппа Ну да возможно Так тут да Бьется Рошан Сейчас летают Призраки Снова виф Снова виф Плюс армор есть Шардами отрезали Фаник сейчас попытается Рошан убезить Стан еще и панч не успел Он сделать вакуум Есть Аеги Субанши Пошел кулдаун Кстати очень хороший кулдаун Вакуум Боже мой Как много дамаги Получает Фега Это именно то Что нужно было имперцам Дать побольше дэмэджа Заколол фаник мага Но баньша остается в живых А что теперь делать с Ноу Ваном? Какие есть варианты? Варианты Никакие Ноу Ван делает триплкил Спасается там Хотя бы бэйн Типаута у него нет Он в КД Поэтому его в теории Могут еще с Юлым и догнать Но Ноу Ван решил отсюда Не знаю куда он убежал Он просто скрылся в тень Ты понимаешь у него две тысячи после этого файта И Да его не получится в файте теперь зафокусить Он просто не выйдет Там может сдохнуть вся команда Но он все равно выживет Да Сейчас получилось Чуть ли не как Никогда лучше Вроде бы и стяжка крутая Фаника Когда свапнули Это было из разряда Го свапнем тайда Убьем до ульты Потому что он оказался тупо в центре Вот там где ему и нужно было оказаться В итоге стянул почти всю команду Еще и под бласт Метеором там правда Резоль не попал Но кто бы там попал Там все уже слишком хаотично было И в итоге бласт был крутой Гирокоптер кулдаун выдал крутой Урона было очень много И Вега чуть не умерла там всей командой Но гиролед умер раньше И урон закончился Гиролед и нет блэкинг бара То есть сейчас он даже от задувок Много дэмэджа получает Он от всего получает Он горит от рейдинс Он промахивается иногда Потому что рейдинс Не забываем Это еще 17% шанс промахнуться Не знаю Я бы не делал ставку на эти 17% Все что там меньше 20-25 Это уже такое Мне кажется не совсем значительные показатели Что прям совсем делать на это упор Но то что сам гирокоптер тонкий Это факт Причем понимаешь Тут нет панацеи Соберешь ты БКБ Тебя все равно через минус арморы Свапнут Закорнируют И просто сожрут Спиритами Ну даггер появляется У инвокеров Все таки он выбрал путь не Того дамажущего Резолюшена Даггер еще не отменяет Факт дамажущего Резолюшена Но потом что собирать Есть еще правда два слота Вот вместо нулика Там базилки В дальнейшем конечно Можно еще митос будет куда-то деть Но пора Пора уже Собирать урон Не только руны урона Но и урон непосредственно Из артефактов Кстати Туску сейчас можно будет Убить быстренько Но он не увидел его Резоль И туск ставит Вот этот вард Прошетку вард Я его просто обожаю Минус вышка Небольша скоро Получит 16 уровень Это будет 3 экзорцизм Акторин Кор Она вот отбрала Вашние силы света Уменьшена Разрушена А и аджоры А аджоры На большее Они достаточно серьезно решают Отвечают Силы света На верхней линии Атакую Силы света Укрепились Уже почти падает Кстати Имперцы не отстают Они тоже уже А там Идрокер с дабл дамажем У него 400 урона Ладно Будет еще форгиды И Алакри влететь Летят Летят Надо просто отступать Уже пол 3 Т3 отвалилась Шарды Никого не просветили Ни до кого не закатились Не ну Ты еще 100 хп забрали У вышки Это неплохой показатель Вообще Если бега немного замешкалась Там Это могло стать серьезной ошибкой Потому что они остались уже Без Т3 таура А против имлокера Там Может быть немного чревато Пару каких-то форгидов Крыса выходов Ну вот он с Энджин Яши на гирокоптера Тут действительно Тут БКБ не БКБ Тут надо что-то придумывать Вот Нужно именно Специфически действовать в замесе Башню сил света на центральной линии Атакуют Башню сил света на центральной линии Разрушена У вышки осыпаются очень быстро Плейтмейл Уже есть Дез Профит На случай если Пиз атак ее будут Зафоксить Ну гирокоптер там Вот этот фенбокер сручники А 15 уровень Стала Потому что Чтобы не нажимать экзорцизм Прожимает его так Вышка страдает очень сильно Уже пол тавера нет А там еще вив был проюзан дазлом Так что Тут ребята заходят просто на морозе Как это пробивать Я не знаю Ну гироч в это время Так же вышку размял Так что Не отстает Империя Делает все очень правильно Не могут подраться 5 на 5 Надо максимально Использовать свободное время Так вот И вспоминаешь сразу Финал Китая Который мы комментировали Буквально несколько часов назад Там где Да нам бьют Т2 Ну давайте постоим у Т3 Да типа постоим подождем Посмотрим Ммм неплохо несут ребят Блин реально цыг А сейчас если на Т3 пойду Что будем делать? Ну под Т4 сместимся И так же похолодим То есть тут этой фигни нет Тут никто не ждет Времени на простой Естественно нет никакого Если ты будешь стоять Ничего не делать Ты отстанешь не на Вот этих там Две с половиной Три тысячи как сейчас например Империя отстает Несмотря на то что кажется Их тут просто уничтожают уже А отставал бы ты уже на семерку Или на десятку Какую нибудь условно Да так и есть Блокер находит баунтируну Мидас откатился Надо его кинуть на какого-то кентаврика 2 300 на руках Будем надеяться что Резоль не из тех А из этих Если берет какой-то хекс Нужен либо хекс Либо урон Варианта 2 мне кажется И иного быть не может Ишка Много дэмэджа получает Кстати Но нет Пригорел но не проиграл Да Так вот Нужен либо хекс Либо Чистый урон Потому что любой другой вариант Мне кажется Будет здесь Неприемлем Но опять мансы Зачем это Став Зачем Форстаф нужен Чувак Некрачи для пуша Будут еще хоть как-то оправданными Но если это будет Форстаф для мансов Это будет просто Крест-крест Череп гроб Для команды Эмпайр Он просто охоронит Готов катиться Виталошу Витинвокер Запрыгнул Пошел Панч Шардами отрезает Есть Сноубол Есть Вижен Ставится Сентряк Парижонтач И Резоль очень больно Первый уровень Парижонтач БКБ появляется У Венеджи Фолл Спирит Вот такая прям Совсем боевая вера Просто БКБ Вот такой вот билд Обычно у Гиролета Я очень приветствую ПТ, Аквила БКБ, Доминатор И дальше что-нибудь на дэмэдж Просто стоишь И разминаешь Вообще Владмир появился У Медведя У Медведя, кстати Хороший запак уже У него гиперстоун лежит Владмир есть Да, с фейзы И еще Сколько-то там Немного совсем денег на руках На байбэк точно не хватает Но Это Аганим на инвокере Не знаю Может быть Чтобы с Раскаста Пытаться забрать Ту самую Баншу Не знаю Надо вот Посчитать Просто посчитать Обычную математику Столько ли дает Этот Аганим Для того, чтобы Настолько Часто его покупать Вот просто там Мастхэв Вторым, третьим слотом Все берут Мне кажется считали Или думаешь, что никто не считал Не, ну Я Привык к тому, что Большинство игроков Действуют на чуйку То есть Математикой там Почти никто не занимается Это Крайне Редкое занятие Именно в сфере Компьютерных игр Как таковых Люди еще до этого Не особо добрались Что тот же Хекс Блин Возможно будет лучше Что собирать, ну Скорее всего это Шиво А ему что Ему жир, 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 жир Все Ему ничего не надо У него на случай Если у него Когда-то Подведет У него еще есть Медведь Который уже и бьет Достаточно неплохо Со своим гиперстоуном И с Кирасой Будет помогать больше Крабей бить А Кираса будет там Уже совсем Совсем скоро Смотри как тут Мышка быстро это Разваливает Впрочем медведя Уши соревноваться Это плохая затея Тем более Бах Бах Надо делать ТП Надо делать ТП Это определенно Шарды Крипов Можно сносить моментально Улетает на топ Чтоб подефать Прилетается Ноуан Начинает разминать Фарджей Отдал Фарджа 23 Да Рашан появляется Через 37 секунд Скорее Уши Смех Или как педали крутят Ну сремя Урна Арканы Доберет грифсы Вообще все великолепно Вот она шила Вот она шила Вот они 29 армора Минус армора Там вообще никакого нет Потом придется прорывать По тому количеству Которые есть А не стоит Бывать то что у Дазлы Еще и Вик второго уровня Если он без Перед файтом Удачно Накидывает ультимейт Честно вот Извини что тебя перебью Дазлу даже на врага Ультимейт не надо кидать Не надо просто на своих Да Ему надо пережить Ему надо чтобы Ноуан жил Ноуан жил и медведь жил Все Драка будет сделана Магией как таковой У имперцев кроме инвокера Там колдауна Но урон с колдауна Он уже скажем Не слишком сильный Когда идет пересчет ХП там на 2-3 тысячи здоровья Ну ЕХП я имею ввиду То этот колдаун Он действительно вяленький А Физухой Тут вообще никак не убить Ну фишка в том что У империи есть Вот некий Запас Такого Большого дэмэджа Вот который они выдают Это раз каст инвокер Вот этот колдаун И Блэккэнон Ну и дарксир там еще Стяжки Стенка Стяжка Да После этого все Да 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 Выстрел по одной цели От гирокоптера Выстрел по одной цели От инвокера Срученьки У веги Немного другой бой Потому что у них С пылы все довольно таки Быстро откатывающиеся Что задувка Что вот эти шарды И так далее Хилдазл это тоже дэмэдж Не стоит забывать Если Ну да это Размен по хп Неплохой может получаться Так что Вообще у веги Изначально мы говорили Еще на стадии там Стартовой Этой игры Что веги все попроще Выглядит Просто проще В исполнении Хорошо Рошан Айс Армор еще висит на Death Prophet Кстати да 23 просто Плюс 23 29 это не хило И дазл Дазл Не буду забывать Какие там шарды забавные получились Есть калдаун Крабу нашли Краба начинает вытягивать Хп у Фанника Фанник насоружает Убегает Есть свап Поймали гирокоптера Гирокоптера сэпит Оракл Есть бласт Ужасный метеор На самом деле Все прошло по тускару Пошло по тускару Здесь не уйти Просто не уйти Раскаст инвокера был Очень плохим Вот без обид там И так далее Да все Ну какой раскаст инвокера Все фуловые Мне кажется даже если бы он его нормальный дал Ничего бы не получилось То есть резоль опять допускает эту ошибку Опять вторую игру подряд Он допускает эту ошибку на инвокере Он опять идет через кастера Ты не можешь пробить Этих ребят Будучи Магом Тебе нужно становиться Боевым Действительно серьезной Боевой единицей Силой темы И за ДНЛ Солочь Става рульку в миде То есть не справится гирокоптер с Солянова У него во-первых У гирокоптера дела не так хорошо идут То есть ну вот если посмотреть До сих пор нет Блэкингбара Есть Сия Есть Джейвлинг У него не появится тут БКБ скорее всего Да но у него 150 урона 150 урона Вот По армору Который сейчас уже имеется А с Кирасой у Медведя Мы добавляем еще арморочка Все ужасно То есть он просто подходит с Ладмиром Вот сейчас 7 плюс 27 И Мишку призовет еще плюс кираса 30 плюс Это вот сейчас 61% Отбавь от 150 дэмэджи 60% Да понятно что он вообще Он не торопает Он не наносит урона То есть по факту И плюс вот наличие джевлина А не Может демонеджи например Я так удивляю Закупался когда убрали Ну скорее всего Скорее всего Он заход на ХГ Подходит медведь Вот он килдаун Мишку надо выхиливать нон-стоп-дон С дазлом Пул товара упало Тавара уже практически нет Есть противнично Проживают Попытка зафокусить ноу-1 Ну, рядом Дазл, Хилл, вот они, Духи. А он так вот и стоит в слипе и не особо обламывается. Духи-то летают, Духи-то дамажат. И смотри, как быстро падают здания. Как они быстро падают. Торнадо. Ну вот, Ноуану больно. Ноу поднимает себя в Юл. Духи продолжают летать. Будет под Хилл от Дазла. Вот он под Хилл от Дазла. Есть уже Мека. Можно повесить еще и Грейв. Ждет. Вот он, Грейв на Ноуану. Он моментально становится фуловым. Хвост пытается уйти отсюда. Ноуфир высасывает из него жизнь. Он замедленный. Шива пошла, достанет или нет. Сторона упала. Минус гирокоптер. Минус гирокоптер. Опять же, без потерь для Веги. Они спокойно могут устать. Через 60 секунд с новым экзорцизмом подойти. Но они не хотят даже отходить. Треть лет Ноуфира. Сноубол. Задувка. Минус. Да, и отправляются на верхнюю линию. На верхней линии им тоже пока мешать бы нечем. 43 секунды еще не будет гирокоптера. Если он сейчас сделает байбэк стоимости в тысячу, он, в принципе, может забыть про свой манки кингбар. И не факт, что вообще его диффенс здесь поможет. Хотя без него реально ловить нечего. Ну вот, есть байбэк гирокоптера. И то, мне кажется, слишком поздно. Да, слишком поздний байбэк. И есть колдаун, но все просто разбегутся отсюда. Есть мнение. Он даже не боится. У него до сих пор эгиды. С эгидой чего ему бояться? Он начинает высасывать хп. Поднимается. Получает полную барагу. С лап хвоста будет ли стан. Стана пока нет, потому что под сайлансом. Вот сейчас дотянется, по-моему, здесь Паша. Ну, нет. Нет, нет, нет. Все, минус две стороны. Минус две стороны. Ну, полторы стороны. И третий сейчас упадет. Третий упадет, тут через 6 секунд будет. Гага. Гага. Просто гага. Вот правильно ты сказал. Не было импакта от инвокера, грубо говоря. Вообще не было. Ну, то есть отстоять мид это хорошо. Ты отстоял мид, его даже можешь выиграть. Но вот если в масс-файте против такого количества хила, ты должен внести просто тону дэмэджа за одну секунду. Правильно. Ты не можешь... Во-первых, твой прокаст, это прикольно. Ты типа маг на интеллект, а из фрукти намекал, что ты должен кастовать. Но это не ограничивает твоих возможностей. В доте можно играть не только по стандартному шаблону. Можно действительно собирать дезолятор, можно собирать, я не знаю, там, дейдалус, МКБ, что угодно. Мы, кстати, какие-то темные стали. А, у нас же, видите, жарко было. Мне было жарко, и у нас выключили одну... Да, в общем. Суть в следующем. Я думаю, наши аналитики разберут это немножко более подробно. Не удивлюсь, если их мнение немного, либо много совпадет с нашим, но мы узнаем, и вы это узнаете буквально через пару минут.